В прямом интернете в эфире программа «Герой дня». Сегодня мы подводим итоги года. В частности, в пермской журналистике с Владиславом Косолаповым, бывшим владельцем телекомпании «Ветта». Добрый день, Владислав. Добрый. И моя соведущая сегодня Елена Веселкова, руководитель ОТВ Пермского края. Добрый день, Елена. Добрый день. Владислав, вот вы до эфира сказали, что вы уже не разбираетесь в пермской журналистике. В итоге подводить ее даже не осмелитесь, тем не менее заседайте в жюри, которое только что закончило сегодня обсуждать лучших журналистов пермского края. Это парадокс? Ну, я бы не сказал, что я не разбираюсь в пермской журналистике. Речь идет о том, что я сейчас не так внимательно слежу за тем, что происходит на медиарынке, потому что у меня мои ежедневные заботы связаны с медиарынком. А что касается членов жюри, то нам присылают работы, которые в разных местах массовой информации были опубликованы. И мы уже выбираем лучшие работы среди номинантов на это название лучших журналистов. Поэтому я не вижу здесь парадокс. Скажите, а вот эти ежегодные обсуждения, в которых участвуют частично одни и те же люди, частично новые силы приходят, они как-то реагируют на события дня? Вот только что сегодня утром у нас приговор братьям Навальным. Как бы такая интрига, которая гражданское общество в России раскалывает. Я не понимаю, что вы имеете в виду. То есть обсуждаем ли мы здесь, в доме журналистов, эти темы? Да. Как они отражаются на журналистских работах в течение года? Может быть, кто-то реагирует на события общероссийские из ваших номинантов, кто-то нет? Или только в основном текущие крыши и, так сказать, бытовуха? Знаете, я не каждый год бываю членом жюри. Второй раз за свою жизнь в этом году. И скажу, что я несколько огорчен тем, что не так уж много работ, среди тех, которые номинируются, они посвящены актуальным темам. Таким как, например, финансовый кризис, область рубля, события на Украине, олимпиады с начала года. То есть мы собираем работы, которые не так, вот, сегодня были, допустим, дела на войну, а сегодня. Сначала было, чтобы было интересно, важно. Потом не мы определяем, какие работы, а средства массовой информации, какие работы выдвигаются. Поэтому, когда мы смотрели, ну, я говорю про свою номинацию, телевизионный чурналист, когда мы смотрели члены жюри, эти работы, мы всегда были удовлетворены тем, что подбор в самых актуальных темах. Это на мой взгляд. Приде члены жюри, возможно. Дело даже, может быть, не в актуальности, а в каком чувстве сопричастности, чем живет страна. Вот есть федеральная повестка, федеральные каналы, а есть, значит, повестка гражданского общества, либеральной части российской, которая как минимум 15-20%. Вот она же полностью отсутствует, например, на пермских метровых каналах. А какова ситуация в Пермском крае? Вы видите, что-то просачивается туда вот из этой либеральной повестки? Нет, я думаю, что средства массовой информации, которые предоставляют нам эти материалы, они выбирают самые, наверное, на свой взгляд актуальные, самые интересные материалы. И я не припоминаю о том, что, не припоминая какого-то материала, где было бы упомянуто в либеральной части, как говорили, 15-20%. Не было таких вопросов, мне не попалось, по крайней мере, в этом. Вот я уже полгода веду проект «Медиалент», в котором с помощью специального сервиса я публикую в режиме реального времени лучшие, на мой взгляд, как шеф-редактор этого проекта, медиацитаты. То есть сюжеты, статьи из пермских порталов, лучшие сюжеты из пермских телекомпаний. И вот что я заметил, возвращаясь к этой либеральной повестке. Она существует благополучно на пермских порталах, которые тоже чисто коммерческие, а вот на пермских телеканалах ее нет. Но даже если она упоминается на пермских порталах, я приведу пример к цитату Олега Каневских, редактора самого успешного коммерческого портала «Пермская 59.ру», который недавно в своем Фейсбуке говорил о том, что он не знает, чем будут кормить своих детей через два месяца, когда начался кризис. А сегодня в Фейсбуке он говорит, почему все мы обсуждаем Навального, это никак не влияет на нашу жизнь. Вот я вижу в этом не просто какой-то парадокс, а какую-то страусинную позицию. Я вижу прекрасную связь между процессом Навального и что случится со страной в ближайшие 3-6 месяцев. А вот вы видите эту связь? И как вы относитесь к этому синдрому страуса, о котором я говорю? Не уверен, что я бы так назвал этот синдром. Я считаю, что, допустим, есть телеканал, есть средства массовой информации, которые много говорят о либеральной части. Например, «Эхо Москвы» или «Видус» или «Дождь». То есть есть достаточно много средств массовой информации, которые РБК, которые ориентированы на такую аудиторию. Вы сейчас говорите РБК, про пермский РБК? Нет, я говорил про РБК. Не про РБК, пермский. Нет, я говорил про способность даже самых успешных медиа-менеджеров прослеживать эту связь, в первую очередь экономическую, потому что чем хуже атмосфера, тем уже санкции и так далее. Я не вижу непосредственно связи между экономической ситуацией через три месяца и делом на правильном ситуации. Вы не видите? Нет, я это как раз вижу, потому что ведь это, во-первых, отслеживается все мировые прессы, и все инвесторы принимают решения вкладывать, не вкладывать, уносить деньги, или еще пока не уносить. И в итоге как снежную помощь все нарастает. Я довольно-таки отношусь к геополитическим каким-то темам, к тем же санкциям, допустим. Санкции – это следствие геополитической ситуации, которая сложилась в том числе с участием нашей страны. Мне кажется, что это гораздо более серьезно влияет на будущую экономику, которая в 2015 году вступает в четко понятную рецессию, причем такую заметную для всех жителей страны. Затяжную, да? Не могу сказать, насколько она затяжная. Я думаю, что это будет не три месяца, а год. Я не могу сказать. Я не могу сказать. Но давайте мы все-таки еще, Лена, секундочку, вернемся все-таки к журналистике, а потом дам слово лень. От экономики между ними не просто какая-то связь дальняя, а очень непосредственная связь. И вот новые некие порталы пермские, например, «Звезда.ру», «Навейшая звезда». Я вижу, там, мейдменджер Сергей Якупов и его владельцы, соответственно, Агишева, супруги, они как бы исследуют мировой повестке в таких СМИ. То есть там от художественных каких-то достижений пермских до экономических, и от политических, от оппозиционных, и до экономики всегда как бы один шаг. И я это прекрасно вижу. То есть вот я про это вас и пытаюсь спросить. Есть ли что-то подобное в пермском крае, или пока только первая ласточка, на мой взгляд. И теперь даю вам слово о том, кого вы заметили в этом году из новейших СМИ. Может быть, или из старых, которые стали что-то по-новому делать. Для меня это, конечно, не просто открытие года «Звезда.ру», а это пионеры, которые будут вести пермскую журналистику в будущем. Раньше Рима действительно следил за тем, что происходит в мире сообществ, и, может быть, тоже обратил бы внимание на такую новую СМИ. Но сейчас я замечаю, что те традиционные, нетрадиционные, вот нужно для вас, например, назвать, наверное, уже может быть традиционным СМИ, потому что вы уже работаете много лет. Я обращаю внимание на то, что у вас появляется новая лампочка, новая камера. Вот изменился Фильд Пакард вместо, допустим, Рену. Извиняюсь, извините, пожалуйста. Рена, пока Владислав отвечает, вы можете уже свой вопрос сформулировать. Нет, нет, все, РУС, пока. Я просто отключу. Я хотела спросить про экономику, но у меня уже другое РУС, поэтому я не буду спрашивать. Понятно, что сэкономиками называют «Плохо». Но мы знаем, что вы играете на бирже. Это нельзя назвать игрой, это работа. Вот я хотел, поэтому все-таки вы медиа-менеджером многолетний, а сейчас вот все-таки играть на бирже интереснее, чем управлять медиа-активом. Я с удовольствием занимаюсь любым делом, которое приходится. Пришлось заниматься. Ну что ж, вернемся к тем вашим. Я хотела спросить, а что Владислав сделал? Какие крупные биржи в этот кризис? Вы-то куда свои средства вложили? И что посоветуете? Практически совет уже журналистам, куда класть деньги. Журналистам куда класть деньги? Если они у них есть. Журналисты не должны, как вы говорите, играть на пирсе. Журналисты должны, если у них вдруг образовались какие-то деньги, положить их на депозит в банк. В рублях. Что там будет с рублем дальше, неизвестно. Но тратить им придется тоже рубль. Поэтому они должны узнать, наверное, класть деньги. Именно в той валюте, в которой мы можем. Я и Реги Мудынками часто обращаюсь. За советом, например, куда мы вложили. Мы никуда. Мы панки. Ну, тем более, что сейчас Владимир Владимирович подписал вчера документ, который позволяет увеличить страховую часть до миллиона четырехсот тысяч рублей. Какую страховочку? Раньше можно было безопасно вкладывать в банк 700 тысяч рублей. Сейчас мы не читали. Есть такие деньги и нет у журналистов. Молодых пирмей, но в рублях. Я думаю, что у журналистов нет, у пропагандистов есть. И у пиарщиков. Да, это вот я хотела как раз к этому вопросу продолжить разговор после, как он после. Есть некое видение, да, как делятся наши отрасли, на какие сектора. Это не мое деление. И это деление, скажем так, я впервые услышала из уст Зелышинского, теоретика журналистики. И потом это повторил председатель Цвета президента по правам человека Михаил Федотов. Итак, сегодняшний медиа отрасль делится на две сектора. Первый сектор – это госсектор. Я его называю госпропагандистским. Второй сектор – это корпоративная медиа и журналистика. И третий сектор – это гражданская журналистика. Согласны ли вы с таким делением? Это что здесь гораздо больше, наверное, можно секторально отследить. То есть та же государственная, например, журналистика. Государственная журналистика, я так не назвал. Государева. Государева, да. Государственные сменения, там есть и журналисты, там есть и пропагандисты, там есть и пиарщики, там есть масса людей, которых можно разделить на разные слои, на разные категории. То же самое в корпоративных, наверное, там задачи другие. Ставят корпорации перед теми журналистами, потому что журналистами, вряд ли их можно назвать журналистами, но это, наверное, все-таки работники корпорации. Угодники, занимающиеся созданием хорошего имущества для этой корпорации. Или государственные, да, вы говорите? Гражданская журналистика, но которой мы себя и обнулись. Ну, вы знаете, я думаю, что кроме вот этих есть еще все-таки независимые, их не много, средства массовой информации. Независимые, да, корпорации. А независимые от корпораций? Да, и независимые, ну, все зависят. Приведите пример. На федеральном уровне это, в первую очередь, ведомости. И как бы их все. А на местном уровне, на Термском. Знаете, я говорю, что в последнее время не контролировал, не следил за тем, как развивается. Но я уверяю, что это свое время, оно было. Да, и оно так. Мне почему-то кажется, что сейчас небольшие средства массовой информации могут быть. Особенно в интернете, где не требуется больших затрат. А звезда нынешняя тоже, наверное, может быть? Она частная уже сейчас. Ну, она, видите, она... Не могу сказать еще о том, потому что впервые услышала праздник. Но мы знаем и маленькие СМИ такого рода. Например, Чайковская, Марк ТВ. Это действительно интернет-телевидение. Их не может не быть, потому что это легко тебе. Легко. И потребность у потребителей, потребность у тех, кто... Потребность у журналистов съезд. Вот я вчера допытывался о Евгении Сапире Солочу. Он тоже как бы следит за пермской повесткой. И рассказывал ему про мощный, так сказать, запуск портала в курсе РУ, который как бы сейчас пациентирует оппозиционным, в первую очередь, губернатором. Нанял сильные перья наши, гаубицы и пушки, Каущинскую, значит, там, и других товарищей боевых пера. Вот вы такие воины отслеживаете? Нет, я вижу, что на пермском медиа-рымке, на пермском медиа-пространстве есть неприятные, нельзя даже назвать неприятные, такие события происходят, когда корпорации бьются друг с другом, понимаете? То есть, может быть, это не корпорация, может быть, это какая-то группа лиц, кланы, да, они бьются друг с другом. Это видно. Прежде всего, потому что они подбирают источники информации, подбирают, точнее, средства распространения массовой информации под свой конфликт. Вот этот процесс очевиден. Так было и в прошлом году, и раньше. Ну, вот в этом году, может быть, это видно ярче. Ну, в первую очередь, это не событие журналистическое, сколько событие в политическом болоте, которое сейчас в Арашире, да? Да, это событие не в политическом даже болоте, это событие просто на... Ну, такие события на рынке, когда цельско-массовой информации теперь дооценен этими планами, и контроль над ними считается довольно-таки большим достижением. Раньше это было не так-то было. Но это все-таки лучше, чем ведь как бы просто болото, которое не сбаламучено, сейчас оно там журчит и так далее? Я не считаю, я считаю, что все-таки средства массовой информации, даже если находятся в болоте, этого болота можно выкрепить. С каким долгим? А если все пытаются под контроль поставить какие-то группы лиц, это не заширные листики. Ну, мы видим как бы два процесса. С одной стороны, у нас есть такой некий демон пермской, пермской, так сказать, Маркевич, да, который пытается загробастать все, как сказать, под себя, поднять все пермские СМИ, раздавая им заказы от власти, да, с другой стороны, вот эти группировки выдвигают свои, так сказать, отряды боевые, да, условно говоря. А с третьей стороны есть вот интересные явления, типа местное время, да, бывший директор Рифея и соратник бывшего губернатора, теперь тоже в оппозиции. Да, вы что, я даже не знаю. Вы знаете, что господин Прохоров в оппозиции теперь? Я знаю, что он где-то год назад ушел, уволен из Рифея. У него сейчас мощный боевой листок, местное время. С жаль, что не приходит. И уже раздают бесплатно в почтовые ящики, насколько я понимаю. Нет, сейчас у него мощный портал, и, да. Ну что, вот я не знаю, на улице заглянуть, я не знал, что у него в оппозиции. В оппозиции к кому? Веремо к сегодняшней власти? Ну, в первую очередь, вот до того, как появился в курсе РО, там тоже Калужинская стрела по всем. Ну, нет, за такими деталями вою я не слышу. Я считаю, что это все позитивное явление. Пусть, да. Все-таки понятно, что когда вот читаешь все эти сни, я чувствую очень какую-то плохую энергию, да, злую, что все друг друга ненавидят, значит, и так далее. Никакого позитива, никакого, как бы, света концертного энергия нет. С другой стороны, это лучше, чем болото. Не знаю, из болото можно выбросить. Когда ты поработаешь, я имею в виду журналист, какое-то время за такую задачу, которую ставят перед тобой группы полиции или корпорации, тебе уже трудно будет работать ради общества, ради своей профессии. Ты же, наверное, учился в университете для того, чтобы под какой-то заказ выполнять чей-то заказ. Вы, Славя Ильич, вы не идеалист? Да, я не идеалист. Я считаю, что все нормализуется. Из болото другого дела, что легче выйти, отряхнувшись. Вот я сейчас хочу в болото с их журналистов перейти. До того, как Ольга Лоскутова не предприняла Димарш, но он тоже был связан с неким противоречием власти, которая, ну, уж совсем хотела все подстричь, все, значит, все закатать, да, все подмять. И это чисто эмоциональный ее, не делай, как сказать, шаг, да, он привел к неуправляемой, мне кажется, ситуации в связи с журналистов. Потому что вот сейчас мы находимся в процессе обсуждения, там, выдвижения новых кандидатов, скоропалительно назначена конференция по выборам нового председателя. Как вы оцениваете этот процесс? Что вообще происходит? Вы же в президиуме, у вас информация из первых уст. А у нас, она как бы вторична, мы ее просто в Кемско-Международном пресс-клубе обсуждаем. И нигде больше не обсуждаем, что происходит. Видите, здесь тоже есть оппозиция, дом Журу, связь с журналистов, лица Елены Веселковой и клуба. Ну, нет, не совсем оппозиция. Всюду жизнь. Я поясню тогда, не совсем оппозиция. Это некое новое крыло. У вас такое пенсне, видео пенсне, да? Да. В виде вашего смартфона. Да, я считаю, что просто это естественное такое крыло, которое сформировалось в сама жизнь. Ну, как, есть консервативная партия, да, в журналистике, это Союз журналистов. А есть такая уже либеральная партия, и это тоже хорошо. Я сначала думала, ну что ж мы действительно против ветра-то? Что ж мы против Союз журналистов? Я же член Союз журналистов, я поняла, что это и есть жизнь. Ну, что-то происходит. Просто она рождается новое, как бы новое крыло. Лена, а можно спрошу, без так, кто? Может, вы сами метите на это кресло? Или ваши соратники? А я тебе прямо и отвечу совершенно, как можно. Откройте свое лицо, я это не могу вас показать. Я бы метила, если бы я знала, что эти выборы честные. Понимаешь? А выборы, мне кажется, нечестные, они закрытые.